Экспресс-аташе футбольного клуба «Шахтера» судили на 6 лет колонии за налеты на букмекерские конторы. Троих таксистов, которых суд признался участниками, получили сроки в 3 и 4 года лишения свободы. На приговоре присутствовала наша съемочная группа. Суд приговорил. Коллеги Масула Камаровича признаны виновным, совершены преступления, присмотры к статьям 191, часть 2, пункт 1, 2, 3, 24, часть 3, 191, часть 2, пункт 1, 2, 3, в обществе Республики Казахстан. Окончательникам будет назначить 6 лет решения сходов с контакта, с имуществом бывания исповедительной колонии общего режима. Такого исхода не ожидал никто. Трое подсудимых таксистов до последнего были уверены, что их оправдают. По словам родственников, они даже не были знакомы друг с другом и знали только главного обвиняемого Мансура Калиева, бывшего руководителя пресс-службы футбольного клуба. В итоге последний получил 6 лет колонии, двое таксистов по 4 года, 1-3. Вообще нет доказательств никаких. Одного эпизода вообще его нет. Мы смотрели диск, когда вот это все произошло, этот эпизод именно, за 12 октября. Там в этом 12 октября, второй эпизод. Там вообще нету никакого грабежа. Мы сидели, смотрели все заседание, этот диск. Два часа ночи, три часа ночи, четыре, пять утра, нету никакого ограбления. Там был просто таксимент, подвез, таксовотец, Брелдастен подвез и обратно увез. По материалам следствия было совершено пять разбойных нападений на букмекерские конторы. Грабители забегали в масках, угрожали оружием, забирали деньги и скрывались на такси. Опознание грабителей проводилось в масках. Отец Мансура Калиева заявлял в суде, что его сын был неудобным клиентом для букмекеров. За два месяца он выиграл на ставках почти 2 миллиона тенге. Все же таксуют, тогда всех таксистов так осудить можно, без доказательств, без ничего. Здесь следователи специально так сделали. Им надо было Калиева осудить, они хотели, чтобы групповое было. Наши дети невинные пострадали. Таксисты друг друга не знали. Мой сын знал только Мансура, потому что они одноклассники. Один раз Мансур попросил, он привез, сидел и ждал в машине. Он ничего не знал. По словам родственников, в деле изначально фигурировал пятый подозреваемый, который участвовал в налетах и во время последнего был ранен. Во время следствия он стал тайным свидетелем. Его дело было выведено в отдельное производство, но судей он не появлялся. Сейчас все подсудимые намерены оспаривать решение суда.